Приветствую вас. Смотрите. Ситуация, которую вы описываете, может быть связана с несколькими моментами. Во-первых, это может быть связано с тем, что у вас стресс, то есть может быть просто элементарный стресс, элементарная стрессовая ситуация. Но только стресс такой, знаете, достаточно длительный, да, и непрекращающийся, грубо говоря. То есть вы не можете ничего сделать, например, чтобы из него выйти. Да, то есть никак не видите вы какое-то решение, какого-то решения своих проблем. Вот. Не видите, не чувствуете, что, ну, как-то вот можно вашу проблему решить, скажем так, да? Вот. Может быть это связано, то, что вы описываете, может быть связано с чувством незащищенности, которое вы ощущаете. То есть, грубо говоря, полнота, да, это вот желание защититься. То есть, ну, желание чувствовать себя защищенным. Вот. Желание чувствовать себя в, ну, знаете, в комфортном таком состоянии, да? В комфортном таком позитивном. Если даже не позитивном, то, ну, по крайней мере, спокойно-спокойном относительном состоянии. Вот. И соответственно, это, ну, достаточно сильно, может, на вас влиять. То есть, если вы себя по факту, если вы себя по факту не ощущаете, ну, больше, да, вот, если вы себя по факту никак больше не чувствуете. То есть, если вы себя чувствуете, вот, в постоянной угрозе, да, в постоянном стрессе, вот, то, собственно говоря, чувствовать вы будете себя именно таким образом. Скорее всего. То есть, это такая вот психоматическая реакция на стрессовую ситуацию, в которой у вас имеет место, ну, может иметь место быть. Вот. И, соответственно, вам нужно помочь из этой ситуации, возможно, выйти, вам нужно помочь из этой ситуации, возможно, ну, эту ситуацию, точнее, как-то для себя разрешить, если вы не можете этого сделать. Вот. Ну, самостоятельно, если вы не можете это сделать. И, соответственно, уже после этого, если это, вот, психосоматика, да, то после этого вы чувствовать себя так не будете и выполнять, соответственно, не будете тоже. Вот. Опять же, я повторюсь, повторюсь, исключительно при условии, исключительно при условии, что это именно, вот, психосоматика. Это именно психотоматик исключительно при таком условии. То есть, если у вас, грубо говоря, есть какие-то другие моменты, например, если есть основания, допустим, полагать, если есть основания, допустим, подозревать, что у вас могут быть некие нарушения, например, там и разные нарушения, медицинские, по медицинской части, если есть такие нарушения у вас, то, на мой взгляд, вам следует обратиться к врачу, вот, вам следует обратиться к специалисту, вот, и я непосредственно с врачом этот момент поисследовать. Вот. Я думаю, примерно такая история, я думаю, примерно, так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. То есть, в принципе, очень мало информации для того, чтобы, ну для того, чтобы вам помочь, да, для того, чтобы вам что-то порекомендовать, вот, мы этого не знаем. К сожалению, мы этого не знаем, мы этого не можем знать, вот, того, что оно происходит. Поэтому я думаю, что тут лучше перебираться непосредственно непосредственно, работая непосредственно, общаясь непосредственно, взаимодействуя, да, с вам. Вот, вот, на мой взгляд, это был бы самый, такой, лучший способ вам, чтобы вам оказать ту помощь, которую вы хотите получить. Вот. Ну, то есть, я понимаю, конечно, я понимаю, что вы обращаетесь к психологу, да, значит, вы хотите получить именно некий такой вот, ну, психологический разрез, ну, психологический разрез ситуации, наверное, вот, не разрез, допустим, медицинский, вот, ну, про медицинский аспект я сказать вам об этом, потому что молодым, с рукой. Для себя это не учли, да, вдруг вы, как-то вот что-то, ну, проигнорировали, да, вдруг вы, там, допустим, ну, один раз, к примеру, вот, один раз сходили, да, один раз, ну, к врачу, а вот, у вас, там, допустим, ну, допустим, у вас ничего не нашли, вот, и вы всё, вы больше, ну, как бы ничего не делаете, ага, для того, чтобы себе, допустим, помочь опять. Вот, то есть это всё, на мой взгляд, совершенно неприёмлемо, на мой взгляд, это совершенно опасно даже, потому что, может быть, у вас есть какие-то медицинские проблемы, вот, вот, я надеюсь, что вы займётесь с собой, я очень надеюсь, что вы озаботитесь своим здоровьем и решите все свои проблемы. Ну, а на этом всё, я желаю вам удачи, всего самого доброго!